Может, не того позвал? Ты думала, что кто-то съел, тут полностью весь усеял. Ну, давай не будем так сильно горячиться. Можно отключаться? Ну, да. Все, нормально? Да, все работает. Поехали. Всем привет, снова «Модные советы», Кирилл Метелкин. И сегодня мы наконец-то поговорим о мужской моде. И в гостях у меня будет... Ну, кто у меня еще может быть в гостях говорить о мужской моде? Рома Харламов, конечно. Ром, привет. Привет. Ром, давай не будем кривить душой и признаемся всем честно, откровенно, что ты трендсеттер. Кто? Трендсеттер. Это не... Это порядочное слово. Я первый раз слышу про себя такое, честно говоря. Ну, слушай, ты всегда выглядишь круто, с иголочки. Спасибо. Где тебя не заметишь, ты всегда... Ты следишь за трендами? Конечно. Конечно. Посещая разные сайты, я вообще всегда покупаю GQ. Быстро, конечно, его пролистываю, чтобы посмотреть вообще, что цветовая гамма, какие модели по обуви, по верхней одежде. Да по-разному. Зависит все от сезона. Журнал прям? Бумажный. Прям журнал. Прям бумажный. Я понимаю, есть там приложение, интернет и все остальное, но мне интересно там сети. Пальцем. Слушай, ну сейчас на осень-зиму 19-20-го года все там кутерье как-то разбежались в своих предпочтениях. Кто-то пропагандирует классику. Кто-то юбки. Кто-то уходит. Ну, давай не будем так сильно горячиться. О юбках мы сегодня мужских разговаривать не будем. Вот. Кто-то классику, кто-то строгость. Кто-то все равно ставит акценты на удобстве. Ты что больше предпочитаешь? Я за удобство. Я за удобную классику, так скажем. Вот. Ну, понятно, что бездолст это никак. Я же не могу ходить, например, каждый день по встречам в чем-то в классическом. Это, в принципе, неправильно. То есть я должен, например, на встречу прийти в обычной повседневной одежде, а на мероприятие прийти уже более в классике. И то даже я уже в работу, в работе. Раньше у меня были всякие разные там полосатые, клеточка, широкие, короткие. У меня сейчас по отдельный вопрос тебе будет. Да, широкие, короткие, там все-все-все было по-разному. То сейчас я просто перехожу чисто в классику. Вот смотри, чисто классика. Сейчас, ну не сейчас, а в принципе вообще. Последние, все эти тренды последних сезонов, последних лет, я бы даже так сказал, все равно крутятся вокруг черного, вокруг темно-синего и, конечно же, клетка. Вот, и вопрос мой будет заключаться уже не только в классике к тебе, а что ты больше предпочитаешь? То есть этот самый монохром или все-таки какие-то принты? Ну, клетку давай к принтам отнесем тоже. Монохром. Прям... Я все для себя решил, реально, я убираю клетку и полоску, ну, именно из классического гардероба. То есть у меня все, все костюмы сейчас висят все черного цвета. Есть серый. Я только хотел спросить, какой твой любимый цвет, и ты меня опережаешь. Черный. А как насчет темно-синего? Обожаю просто темно-синие. Ну, понимаешь, будем честны, мы в регионе. То есть и когда ты, например, приходишь на мероприятие, и все люди сидят в темно-синих, потому что если заехать сейчас в любой магазин, грубо говоря, обойти планету нашу, да, то есть в трех-четырех отделах у тебя будет гигантский выбор темно-синей и палитры, а черного будет всего представлена одна модель. И ты, когда приходишь на мероприятие, и все сидят в темно-синих, и ты тоже темно-синий, но это как реально какой-то этот... Все из одной клетки вышли и пошли на мероприятие. Ну, как-то неинтересно, все равно где-то должен в чем-то отличаться. Даже я сейчас, когда на мероприятие иду, то есть я спрашиваю, в чем будет там главный виновник событий, то есть в каком цвете костюма, чтобы мы не были с ним одинаковые. Ну, у тебя вообще специфика твоей работы как раз определяет то, что ты должен... Поэтому, так как у нас все обычно, как показывает статистика, 95% людей все приходят в темно-синих, а я еще и от этого решил оттолкнуться и, конечно, перешел в черный цвет. Слушай, окей, твой рабочий гардероб мы поняли, это как у Джеймса Бонна, да? Открываешь шкаф, черные костюмы и белые сорочки. Да, но это красиво. Согласен, согласен. Давай ее повседневная жизнь все-таки. Вот смотри, сейчас у девочек очень популярные животные принты. Ты к мужскому гардеробу как внесешь такой? Был такой бзик в Европе, я хотел купить себе леопардовую куртку. Прям очень сильно хотел. Что тебя остановило? То ли жаба задавила, то ли немножко испугался, что вдруг не поймут меня. Я помню, в детстве пытался наряжаться во все трендовое, но некоторые не понимали люди реально. Вот. Нет, в Москве там прям вообще можно отрыв башки делать. Ходишь, не паришься. Здесь она как-то еще видишь, поаккуратнее такие будут. А как к коже относишься? Кожа хорошо, позитивно. Кожаный пиджак. Сейчас очень модно. Серьезно? Да, сейчас очень модно и в женской, и в мужской теме кожаные пиджаки. Но у нас все-таки с тобой Сибирь. Вот. Мы живем в суровых наших условиях. У нас уже пошла практически зима, пришла. Пуховик или, я не знаю, дублевка? Зима, пуховик. А ты что? А ты за дубленку? Нет, я просто вспомнил картинку, которую я, когда готовился с тобой встречаться, смотрел, какие прикольные есть дубленки, типа трендовые. И здесь вообще за с тобой на 100% поддерживают твою историю. Слушай, ну дубленки сейчас тоже возвращаются. Они вернулись, они в тренде дубленки. Мне кажется, они не изменились. Они не изменились. Да, но это по-прежнему что, мех внутри и кожа снаружи. Но мне почему-то больше нравится в пуховике. Не знаю. Их сейчас модели просто там выше крыши. Все-таки удлиненные? И удлиненные, и оверсайзы. Так, давай вот смотри. Пуховик хотя бы не черный. Ну вот сегодня приехал в черном. Да, я видел в черном. Поэтому вот, может быть... Просто не было такой модели яркого какого-то. А так бы я, конечно, в ярком. А многослойность? Как к этому относятся? Многослойность, да. Вполне нормально включить. Ну это как раз наша история. И стильно, и тепло. Да. Под пуховик можно поддеть какую-то... Да, футболка там, кардиган какой-нибудь. Сверху можно еще и пиджак за... Джинсовку. Блбахать, да, джинсовку. Сверху. И все. И пуховик уже не нужен. И так вышел, как капустой. Любишь классику. И у меня сразу почему-то в голове родилась такая картинка. Сейчас очень... Не знаю, слово тренд, популярность, они такие более конкретно определяющие. Иногда в повседневной жизни, да, а не в работе, не в программе. Я стараюсь избегать этих слов, но все же на пик заходит очень ретро. Вот эти клетчатые в основном, да, там пиджаки, вот эта кепка, эти троечки, зауженные брюки короткие, которые пришли к нам оттуда. Вот кретера у тебя какое отношение? Не могу сказать, что я какой-то фанат этого. Был бы фанат, сейчас сидел бы в клетке весь. Ну и в кепочке приехал бы. Может быть, конечно, до этого у меня все дойдет. То есть у меня, видишь, какой подход? Вот у меня вещи... Я прекрасно вижу, что в тренде, что не в тренде. Если вещь меня цепляет, мне нравится, то я ее возьму. Но я все равно как-то больше вот какой-то классики, там, не знаю, одноцветной. То есть мне, например... Я помню, у меня тоже раньше были всякие разные полосатые такие свитеры под горло. То сейчас, например, я больше предпочтения, наверное, отдам одноцветному какой-нибудь темно-зеленому или бордовому такому свитеру. То есть тоже под горло. Но это будет не всякое такое ляпистое разноцветное, а что-то вот в одном цвете. Кепочку я бы тоже, кстати, купил бы. Но не в клеточку, в какую-нибудь серенькую. Ну, у меня есть в кардеробе одна кепочка. И время от времени иногда наступает момент, когда, ну, почему-то хочется. То есть я понимаю, что несмотря на то, что ты достаточно сильно увлекаешься по нашему сегодня с тобой диалогу все-таки трендами, это не только твоя работа, но и твое внутреннее какое-то желание. Вот. Но все равно ты не купишь вещь, если она тебя не зацепила, какой бы модной она ни была. Ну, во-первых, я понимаю, с чем могу я ее носить. То есть я себе уже рисую прям полностью картинку, свой гардероб. Если, например, увидел там классную рубашку, то есть я должен понимать, с чем я могу ее надеть. А если у меня складывается пазл, я ее забираю прям. Потому что я уже устал. Вещи, которые я не ношу, то есть я могу купить, потом, то есть вещь зацепила, не доделал, то есть образ, взял, она у меня лежит, валяется. Потом я эти вещи просто выбрасываю. То есть сейчас я стал уже более подходить серьезно к гардеробу. То есть я понимаю, что мне эта вещь необходима, я буду ее носить, у меня такой нет. И я буду ее носить вот с этим, с этой обувью, и все получится очень круто. Я ее беру. Ну, это классно, это формирование полностью. Да, да. У тебя нарисованная картинка. Да, раньше мог так пам-пам-пам. И что? Красный, зеленый, желтый. И светофор пошел. Моя излюбленная тема – аксессуары. Вот. Какую часть в твоей жизни они занимают? Да. Может быть, я даже где-то и упустил этот момент, но у меня из аксессуаров всегда были только часы. Вот поэтому я прям вообще схожу с ума. Я от этого, может быть, и далек. Может, не того позвал. Надо было, что кто-то съел, тут полностью весь усеян браслетами. Нет, наоборот, очень круто. Мне очень важно, и мне очень хочется услышать твое мнение. Поэтому я тебе сейчас скотчок попоказываю. Вот. И а вдруг тебе раз, и я видоизменю. Да. А вдруг? А вдруг? А вдруг? А вдруг? И я прям там же куплю в магазине. Ну все, погнали. Погнали. Какое отношение у тебя к кольцам? Вот такая классика, которую ты сейчас держишь в руках, или может, все-таки? Но вот такое я точно носить не буду. Вот продолжая наш с тобой разговор про тренд 90-х, сейчас как раз вот возвращаются. Потому что в стиле Булгарии вот такого формата я бы носил. Ну что-нибудь. Вот как у тебя. Такое интересное, лаконичное, такое бы, да. Должно быть еще и стильно. То есть в моем понимании стиль это еще и лаконичность. То есть не вот это всего знаешь, там типа богачество. Дорого-богато? Да. То есть скромнее надо быть. Вот такое мне нравится. Ну смотри, ты сейчас берешь в руки как раз подвески. Сейчас, ну мужиков давай будем честными, всегда будет, не знаю, не меняющийся тренд, это милитари. И как раз 19-й год, у нас конец 19-го года заходят в тренд именно вот эти подвески различного формата. Здесь вот у нас что? Это клевая штука. Да, вот такого формата кулоны, видишь, здесь вообще карабинчик. Вот такие истории очень будут заходить сейчас в этом году. И жетоны. Вот помнишь вот эти старые были жетоны? Сейчас понимаем, да, что мы все-таки живем в 19-м году, да, и подвески уже, вот такие жетоны, они начинают быть более современные. То есть здесь и камешки какие-то. Ну вот я бы даже такой бы носил, но если бы не было камушков. Камешков. Ну, то есть вот эти вот камушки, лично для меня это уже как-то, а, здесь вот видишь, вот камень именно, это, наверное, бриллик, да? Был бы он вот в таком именно, что вот как типа шуруп. В исколнении, как шуруп, шуруп, все окей, нет там никаких вопросов. В принципе, он даже через голову так вот раз и все. Ну, слушай, ну здорово на самом деле, особенно на черной, на черном свете смотрится белое золото, очень классно. Это уже не налезет. Я помню, ты сказал, что очень любишь часы. Это твой самый главный аксессуар. В этом сезоне будет очень классная, актуальная, модная тема, это носить часы вместе с браслетом на одной руке. Как тебе такая история? Да, история хорошая. То есть, ну вот, не знаю, что-то более классическое, да, то, что ты сейчас берешь, вот, или, например, более что-то интересное. Ну, у тебя, смотри, на самом деле, вообще с часами солидно. Да, может так. И черный, и... А браслет на эту сторону или на эту? Без разницы. Вообще, по-фигам. Смотря, как удобно. Если браслет немножечко свисает, то есть он должен быть больше, да, чем рука, тогда, наверное, скорее всего, больше уже... Ну, вот так прикольно, кстати, смотрится. Вот, под съемочки. Но вот это точно сюда не пойдет. Это тоже, видишь, как выбивается. То есть, ну, он на себя... Это классика. Это более классик. Он на себя, вот, цветы со своими. Попробуй. Во! Вот с такими часами, может быть, да. Ну, более классический образ. То есть, тут нужна уже такая рубашка, пиджак, галстук. Ты сидишь в дорогом офисе, вот, в лайнере. И все хорошо. Ну, тогда что мы определяем? Мы сегодня с Романом Харламовым определили вам тренды. Возвращается в мужских аксессуарах 90-е. Возвращается и никуда не уходило это милитари. Это широкие браслеты. И классические, не ярко выделяющиеся мужские кольца и печатки. Поэтому, друзья... Будьте сильными. Нет, самый главный вопрос, Ром. Не убегай, не вращайся в руках. Самый главный вопрос. Смотри, у меня есть маленькая-маленькая мини-рубрика. Вот, в конце. Давай соберем образ Романа Харламова от Романа Харламова. Не классический. Давай не классический. Не надо что-то выбрать из этого? Не из этого вообще полностью. Что бы ты посоветовал твой личный такой лук? Давай ты сегодня побудешь стилистом. По одежде? Одежда плюс аксессуары. Ну, полностью лук. Ну, если мы сейчас разговариваем не про классику, а про повседневный, то я бы, может быть, надел бы футболку, кардиган, сверху какой-нибудь там пиджак такой, не знаю даже, который может и мяться, такой не классический, конечно же. Да, или штаны с карманами, или какие-то джинсы, может какие-то ботинки. То есть, вот опять же, вернемся к твоему милитари, и надел бы вот такую подвеску. Вот это было бы круто. Если был бы в этом стиле еще какой-нибудь браслет и такие прям брутальные часы на кожаном ремне, ну, то есть такие здоровые, с кожаным ремнем, да, и какое-нибудь сверху пальто оверсайз или пуховик. Вот. И шапка. Ну, а сейчас, если вы заметили, если убрать из лука Рома пиджак, то, в принципе, ты сегодня описал мой внешний вид, что ли? Футболка, кардиган, грубые ботинки, джинсы и какие-то аксессуары. Да, ну, или штаны с карманами можно, и какие-то аксессуары. Сверху пуховик или пальто, такое прям плотненькое. Поэтому, друзья, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, с помощью них вы можете всегда поменять свой образ. Носите, любите и смотрите «Модные советы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...